Мы с Светланой решили покушать в том ресторанчике, который в самом начале вам показывали. Вот такие тут стены. Сидим мы у самого аквариума с рыбками. Ну там окна отражаются. Окна, надо сказать, зашторены. Там очень хороший вид, но зашторено, чтобы не было жарко. А в общем-то, здесь достаточно, достаточно жарко. Светочка, ты меню изучала. Что там в меню, скажи? Ничего себе, что в меню. В меню много чего есть. Меню громадное. Раз, два, три. С той стороны еще. Ну вот из такого, что, допустим, ты бы сказала ребятам, вот будете тут, скушайте. Я не знаю, но просто я как бы не хочу сильно зажаренное есть. Тут есть, например, вот это криспи-си-фуд сэмплы. Это кусочки рыбы, это кусочки кальмара. Хрустящие. Да, хрустящие, слишком зажаренные в масле. Я просто такое не хочу. И я себе выбрала такой вот, это вот тоже краб, кусочки краба. Ну это сэндвич как бы. Ну это не важно, что это сэндвич, но это кусочки краба. Они так немножко как бы припущены в каком-то соусе. А зажаренное как бы не хочется. А тут полно всего. Тут есть и вегетарианское меню, и рыба полно всего. И корочка там есть. И корица, и что ты хочешь тут. Ну вообще, когда вы тут будете, не заказывайте кофе, а заказывайте рыбку. Ну естественно, какую дураку кофе заказывать? Конечно, с каким видом ноги. Я же не просто сказал. Я-то знаю случаи, когда некий человек, посмотрев наше видео, там пять лет назад, женщина. Она, значит, с мужем, который приехал ее навестить. Поехала вот сюда и заказала кофе. И потом клевалась. Говорила, вот куда я попал. Нет, здесь, на самом деле, здесь кудают пиво. Пиво мы сейчас закажем. Они делают здесь пиво сами, поэтому, наверное, это... Хорошо. Я говорил, что здесь своя пиловарня, они делают пиво. Вот, посмотрите, какие. Замечательно. Вот я вот это взял посередку. Сейчас будем пробовать. Но, во всяком случае, существенно, что все местное, домашнее. То есть, вы такого больше нигде не найдете. Вы видите, окна закрыты сеточкой. Казалось бы, можно было пойти сесть возле окна, но жарко. То есть, здесь, конечно, не так жарко, как где-нибудь в Саннивейле или там даже в Санта-Крус, но все равно нет смысла. Ну что же, друзья, вот мой супчик Клэм Чаудер с такими сухариками приходит. И у Светланы... Представляйте, что это у тебя? Это крабы. Так, вот эти, вот эти крабы. На бутербродике, на бутербродике. Это такой капустный салатик и... Салатик. И картошка жареная. Ну, то есть, как бы все, как у людей. Да. Ну, пошли. А хлебушек можно и не есть. И вот тут еще к нашему столу подошли такие... Как сказать, ассорти такое рыбное. То есть, как бы, сэмбл. Всякие пари по паре. Так, можем так сказать. Но, дорогие друзья, перед тем, как мы приступим именно к обеду нашему, вот, я хотел вам показать вот это упор. Перед едой, конечно. Перед едой самый главный глоток. Перед едой. Хорошо. Я бы сказал, что оно такое, достаточно легкое и, как бы сказать, распространяется по организму. А как называется? Называется, вот, пожалуйста, Эмбер Эл. Янтарный Эль. Средненький. Янтарный Эль. И он... Я спросил, вот, какие пива у них, и как идут, там, и что такое. И он говорит, ты знаешь, у людей вкусы разные, но вот я тебе скажу, что вот этот янтарный Эль, он наиболее... Хорошо продается. То есть, как бы, наиболее быстрый. Раз все равно ничего про это не известно, значит, вот, возьмем то, что все пьют. Хорошо. Хорошо. Хорошо.